С подключением визернейм. У ютуба проблемы. С таким названием на прошлой неделе вышло множество выпусков от самых разных контент-креаторов. О чем это они? Почему это касается нас с тобой? И что делать дальше? Ну сейчас мы с тобой разберемся. Поехали. 24 августа популярный темнокожий «Это будет важно» ютубер Кори Кеншин выложил видео на своем канале с ярким броским названием, за которое видеоплощадка добра и позитива обычно сразу кидают шэдоу-бан, а ютуб – расизм и покровительство. У парня случилась неприятность. На видео, в которое он вклал весь талант и душу, ютуб наложил ограничения по возрасту, что отобрав тем самым возможность честно заработать, представить улюбистого угнетаемого класса. Другие бы забили болт, но не наш парень Кори. Жизнь научила его не сдаваться, поэтому он пошел к коллегам по цеху узнавать, а не случилось ли подобного с ними. Так как Кори является представителем ютуб-геймерской отрасли, далеко ходить не пришлось, потому что все мейнстримовые креаторы-геймеры знают во что и когда надо играть, чтобы стричь побольше купончиков. То, что ну один начинает большой играть, а в рекомендациях засовывается ему кто-то поменьше, кто играет в ту же самую игрульку. Оказалось, что только видео афроамериканского видеоигрока не понравилось команде по зачистке недетского контента ютуба. Это настолько расстроило парня, что он решил бороться с несправедливостью. Обнаружив, что другой большой геймер-маркеплайер с той же самой игрой остался при бабле, он немедленно сообщил об этом менеджерам ютуба. Давай называй своими именами все. Ну, всучил получается пацана, да? Ютуб, чтобы разрули ситуацию, снял ограничения со стукачика Кори. Все счастливы? Конец. Нет. Кори на самом деле рассчитывал, что после его обращения маркеплайер получит то же самое ограничение. Ну, потому что он немножко мудачок, видимо. Поэтому Кори написал имейл менеджерам в ютуб с описанием своих эмоций и чувств в связи с происходящим. И отбросив все шутки, его можно понять. Пока твое видео лежит без монетизации, ютуб делает вид, что его в принципе не существует. Видео можно закрыть, дождаться пока командой, отвечающей за безопасность детей на платформе, на которой детей быть не должно, разберется со всеми косяками. Но поискайпа уже уедет вместе с доходами от видео. Ответом на письмо Кори в ютуб стало ограничение по возрасту на его видео и на видео маркеплайер, как и хотел афроамериканский видеоигрок. Но почему-то и это разозлило его, да еще и еще больше. Также Кори решил, что почему-то внесение новых ограничений является прямым доказательством расизма со стороны ютуба. Он припомнил, что как только он начинал хорошо выстреливать и собирать хорошие просмотры, ютуб внезапно кидал страйки на его старые видео. Все, чтобы не дать преуспеть темнокожему креатру. И эту ситуацию, наверное, могу простить я, как эксперт по ограничениям. Дело в том, что когда твое видео попадает в тренды, другие видео с канала тоже начинают достаточно активно рекламироваться. Следовательно, появляется больше шансов, что какой-нибудь человек захочет пожаловаться на видео. Вот в принципе и все. Наше видео про социальную справедливость с канала ютуб отдалил спустя чуть ли не полтора года. Ну то есть оно лежало там, никого не трогало, собирало просмотры. А потом пришел кто-то, оскорбился и нажаловался. Ну скорее всего это было так. Потому что ну зачем ютубу проверять видео там столетней давности. Дальше Кури утверждает, что никогда не видел такого, чтобы на видео накладывали ограничения. Потом их снимали, потом накладывали заново. Ну так вот, я такое видел очень много раз. Ты приносишь видео ютубу. Он говорит, нет, подождите-ка, желтенькая монетизация, не будем никого показывать. Вы плохой. Ты нажимаешь, будьте добры, оправерите вручную. Чтобы человечек как-то ознакомился с видосиком. Оно к тебе приходит с зеленым долларом. Ну классно. Открываешь видео, проходит несколько минут. Значок меняется на желтенький. Обратно уходите на покой. Никому не покажем ваше видео. Спасибо, что есть телеграм. И вы, друзья, которые и так приходите, все равно это смотрите. Хотя, возможно, просто из-за того, что на мне маска, ютуб, может быть, тоже думает, что я это. В Рудей не учился. Ну а если ты не знаешь, что еще посмотреть. На ютубе-то вот люди из школы программирования Я Юниор принесли тебе контент. Такой же кринжовый, как и их название, кстати. Называется он Кот в мешке. Это типа своей игры, но для людей, которые хотят работать в геймдеве или работают. Обещают там каверзные вопросы за геймдев и программирование. А за неправильные ответы обещают публичное унижение участников. Хотя они и сами справляются неплохо. Там типа рэп, например, читает. Ну так, чтобы вы знали, да, к чему готовиться. И как я понял, в игру играют люди, которые учатся в школе Я Юниор. А логика в том, чтобы ты после нашего выпуска пошел к ним, посмотрел шоу и захотел учиться с этими пацанами. Посмотреть шоу можно по ссылке в описании или прикрепленном комментарии. Ну в общем, дальше там черная карта разыгрывается еще 15 минут. И просто из просмотра этого видео я могу предположить, почему Ютуб накладывает на пацана ограничения. Это эмоциональность. Думаю, когда человек переходит резко на агрессивный крик в видео, это можно считать, что контентом. Да и тональность, ну вы знаете, разная. У одинаковых эмоций бывают в разных людей. Плюс пикующее аудио тоже не особо сильно приветствуется. Но зачем в этом всем разбираться, если можно хайпануть? Множество ютуберов разной величины стали поднимать эту тему своих видео. Топовые блогеры стали рассказывать, что действительно очень сложно понять, чем же Ютуб недоволен. Тебе никто никогда не расскажет, что в твоем видео не так, почему на нем ограничения. И что самое забавное, что в большинстве своем эти креаторы белые, но сталкиваются все с теми же проблемами. На эту погрешность указывают и другие черные креаторы, которые сравнивают одни и те же видео с реакциями блогеров, с разным оттенком кожи и не находят прямой корреляции между ограничениями и загорелостью. Markiplier, кстати, в свою очередь достаточно сильно расстроился. Сделал челлендж «Попробуй не попади под ограничения по возрасту» с какой-то игрой с лолями, чем разозлил Ютуб еще сильнее. Геймер должен был принимать участие в официальном ютубовском ивенте стриме, но в последний момент его оттуда вырезали без объяснения причин, как обычно. Так что добро пожаловать в мир обросов, братан. И да, конечно, у Ютуба есть любимчики, которых они тянут больше, чем у всех остальных. Есть каналы, которые не так интересны для них, потому что не особо вписываются в образ площадки, которую они сами себе нафантазировали и нафантазировали рекламодателям. Ну и продали такой образ. Телевизионным каналам и шоу «Доит зеленый свет», так же, как и знаменитостям, которые решили попробовать себя в интернете. Большие каналы сети могут позволить себе гораздо больше. Например, оголенные тела, грубые слова, упоминания запрещенки. Ну, короче, все о том, чем я тебя даже перечислить не могу. Но, как бы, я как думаю, ограничения иногда застепляют, знаешь, так и защеряться. И не всегда это плохо. Многие фразы, например, из нашего вокабеляра стали ответом, как раз таки, на запреты. И ты их все знаешь. И, конечно, люди с правильной повесткой в поборе алгоритма, хотя алгоритм сошел немножко с ума, поиск просто перестал работать. Даже когда ты подписываешь название видео, первые рекомендации, оп, потом начинается рон-тв после полуночи. Но ничего. Думаю, Кори теперь точно среди любимчиков YouTube никогда не сделает с ним то, что сделал с достаточно белым Эндрю Тейтом. Эндрю Тейт – это инфо-цыган, который взлетел в топ из соцсетей быстрее, чем табор в небо. Его взрывная популярность довольно легко объяснима. Эндрюша позиционировал себя как гуру для настоящих альфачей. Он утверждал, что он самый прошаренный чувак на земле. И надо отметить, что всю чушь, которую он нес, он нес достаточно уверенно и бодро. Для многих, как ты знаешь, этого достаточно, чтобы убедиться в прошаренности. Первые большие деньги дрончик зарабатывал на веб-каме, но глядался не сам, а девушки, которые на него работали. И, как он говорит, что еще и встречались. Видимо, из-за ощущения власти над женщинами главной темой его проповеди стала доминация мужиков. Он смешивал очевидный популизм типа «государство плохо, личность хорошо» с откровенным женоненавистничеством. И да, есть такая аудитория, которая никогда ничего общего с женщинами не имела, и, собственно, из-за этого их и ненавидит. Типа «это не я не способен вызвать к себе интерес, это чертово общество неправильно работает». Другая часть аудитории откровенно смеялась над Андрюней, воспринимая его как персонажа, который отыгрывает гипертрофированную комедию-фарс. Его видео стали постоянными в программе блогеров-реакшиков. Ну, мы с вами о них говорили, которые сидят в окошке, да, и такие эмоции отыгрывают. Вообще, это моя мечта стать таким. Его звали на разные подкасты. Кто-то для лоузов, а кто-то действительно послушает мудрости Дрю. Его тезисы были настолько хамскими и контркультурными, что молниеносно разлетались на мемы. И все это замечательно привыкало самцов, которые еще только пытаются нащупать свой путь к альфачеству. Деньги, слава, женщины, все это будет от твоих ног, только запишись на онлайн-курсе за 50 баксов в месяц. Тейт утверждал, что в пике число студентов Хаса университета, он так называется, превышало 80 тысяч человек. Это больше 130 тысяч долларов в день. А хочешь скидку? Делай аккаунт в соцсетях, распространяй видео со своим гуру и со всех, кто перейдет по твоей ссылке и заплатит полтинничек, тебе отрежут 5 долларов. Юные подаваны устремились разносить слово учителя в массы, а алгоритмы всех социальных сетей возбудились от такого нагрева одним персонажем. На протяжении пары недель лысая горячая голова хоть раз да появлялась на экранчиках по всему миру. Ну и наконец, администрации ресурсов всего мира начали обращать внимание на подозрительную активность. Очень быстро оказалось, что откровенные мизогинные речи Андроника вообще-то нарушают правила до почти всего интернета. Все началось с больших социальных сетей, но сейчас, кажется, в интернете вообще не осталось места, где альфа-гуру были бы рады. Ну, кроме разве что Рамбла, потому, конечно, самые сливки собираются. Как в этом самом, как в септике сливки наверху собираются. Остальные аккаунты потерты, контент удален. Остались только шутки в Твиттере про то, где еще забанили Андрюху. Сделен, знаете, как это? Обама, Обаме вход в шашлычную воспрещен. Юмор, кстати, у левых и правых такой, не такой уж и разный. Многие сейчас спорят об оправданности такого резкого бана сразу на всех платформах. И да, возможно, можно было бы снести аккаунты не так стремительно, но камон, мы же с вами все знаем, что это частные компании. Они могут делать на своей территории абсолютно все, что угодно. Повод бы в любом случае нашелся. Тем более, что Дрюня теперь решил еще и судиться с контент-креаторами, которые порочили его честное имя, обвиняя без доказательств. Цензура, друг мой, всегда рядом. Но если твой намерение посыл не токсичный, не разрушающий, а понятный и проследующий, ну, хотя бы добрый намерение, найдется, наверное, и те, кто за тебя вступится. Ну, хотелось бы, по крайней мере, так думать. Конечно, в цивилизованном мире заметны перегибы в одну из сторон, нельзя этого отрицать. Но это не повод радикализировать собственное мнение в попытке уравновесить два лагеря. Так просто не работает. А поэтому, пацаны, которым кажется, что они что-то услышали в речах таких типов, как Андрей, как какие-то правильные вещи, мы все были и еще много раз будем в неприятных местах. Головой, сердечком, духом, неважно. Не стоит думать, что никто ничего подобного до вас еще не проходит. Каждый из нас проходит каждый день свое испытание. И ни у кого оно не лучше и не хуже. Справедливость вообще придумали люди. Ее, в принципе, в природе не существует. Поэтому не стоит обижаться на мир и пытаться придумывать правила, по которым ты хороший, а вокруг все... Достаточно стараться с достоинством встречать сложности, по возможности проходить их, как лучшая версия себя. Так твой мирок будет увеличиваться, разнообразиться, улучшаться и люди подтянутся. А дальше ты уже сам поймешь, кто тебе нужен, а кто не нужен на твоем празднике жизни. Да? Спасибо, что досмотрели. Смотрели, подписывайтесь на телеграм-канал. Посмотрите вот сюда, что это такое. Это мерч. Вот. Вы пройдете по ссылочке, посмотрите там видео, которое я пререкламировал. А потом пройдете по ссылочке и посмотрите на мерч. Он получился лучше, чем я думал гораздо. Мне очень нравится. Приятная ткань. Нежаркенькая. Это вот есть такой зиперочек. А есть еще худи. Помимо того, что здесь есть капюшон. И смотрите, что еще есть. А? Насколько это круто. Там это, снова собирается вирус некий к нам прийти. Так что это будет очень актуально. Ну или если у вас там какие-то проблемы, и вы не хотите палиться перед кем-нибудь. Тоже очень классная вещь. Тоже сзади со всеми ништяками. Подписывайтесь в Телеграме. В Телеграме будут все ссылочки на мерч. Ставьте пальчики. Любите родителей. Пишите комментарии. Пока.